Проще простого зарабатывать деньги, покупая в интернете. Кэшбэк-сервис Letyshops.ru – это более 700 самых модных интернет-магазинов с кэшбэком до 30%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Интересная и многофункциональная оболочка. На этом девайсе установлена Frim OS, работающая под управлением Android 6.0, Marshmallow. Подлагиваний и торможений в работе этой оболочки я не заметил. Все работает плавненько. Не знаю, это собственная оболочка компании Johans или они у кого-то скоммуниздили. Тут достаточно много настроек, виджеты всевозможные, темы уже установлены. Шесть штук обои здесь есть, тоже штук шесть. И еще всевозможные эффекты. Например, можно поставить, что при нажатии будет вот такое отображение нажатий. Также эффекты рабочих столов, то есть вращение тут есть. В общем, как пожелает пользователь. Все это здесь присутствует. Настроек достаточно много. Настройки дисплея здесь имеются. То есть в установке рабочего стола можно активировать круговое скольжение. То есть обои будут переворачиваться, пролистываться. Также структура. Сетка можно выбрать от 4.5 до 5.5. То есть это сетка иконок приложений. Дальше размер приложений. Можно выбрать также встряхивание для смены темы. И тоже хороший пункт. Это резервную копию можно рабочего стола сделать. И чтобы потом его восстановить без проблем. Также имеется экран блокировки. Настройка жестов. Жестами можно изменить обои. Показать уведомления. Быстрый доступ. И заблокировать экран. Двойное касание. Очень неплохо. Настройки погоды есть. Но я попробовал. Тут в общем система такая с погодой. Она завязана к GPS. И только по GPS погода определяется. Нет такой функции, чтобы ввести город. И он этот город показывал. Нет. Он сразу просит подключиться к GPS. Это не очень хорошо. Ну и обновление программного обеспечения. То есть обновить саму оболочку. Frame OS. О программе. Вот она. Frame OS. Текущая версия. 3.7.1.4. Что-то похоже на оболочку MIUI. Все приложения в данной оболочке находятся на рабочих столах. Нету отдельной кнопки приложений. То есть все расположено на столах. Также есть отдельный рабочий стол под поиск. Поисковые системы. То есть тому, кто хочет быть в курсе всех новостей и событий. Это конечно пригодится. Верхняя шторка такая же, как в обычном 6 Android. За исключением, что здесь есть такой пункт record screen. То есть запись с экрана телефона. Такая функция имеется только в дорогих девайсах. И очень неплохо, что компания Юханс ее сюда вставила. Имеется также иконка блокировки экрана, на которую нажав можно заблокировать. Также включается функция блокировка по двойному тапу. И также разблокировка по двойному тапу. То есть все нормально. Как можно меньше будем трогать эту кнопочку питания. Только касание к экрану. Разблокировка и блокировка. И это очень хорошо. В режиме разблокировки нам доступен еще выбор камеры. То есть сразу можем перейти и активировать камеру. Что очень удобно. Также особенностью данной оболочки является то, что можно активировать любые темы. Также их можно будет скачать через интернет. Тем не так уж много. Но все равно все-таки тут подразделяются на каталоги. Также можно экраны блокировки скачать. Есть такие вот пять штучек их. Я так понимаю оболочка только развивается. И потихонечку наверное все там будет. Обои есть какие-никакие. Но это очень неплохо. И то, что встроенное. Пункт мои. Это уже идет по умолчанию. Встроено в телефон. Чем мы можем пользоваться в данный момент. Также в этой оболочке имеется свой центр безопасности. Показывает какую-то информацию. Также произвести можно будет очистку. Работающее приложение показывает сейчас. Можно будет нажав на очистка их очистить. Но правда я не нашел виджета. Где можно было бы поместить его на рабочий стол и очистить. Возможно еще не досмотрел. Также заблокировать можно по коду приложения какие-то. Мониторинг трафика. То есть можно будет настроить трафик. И соответственно телефон будет сам регулировать. Тут у нас управление приложениями. Где можем удалить. Блокировка спама. Можно будет настроить черный список. И добавлять телефонные номера в черный список. Чтобы они нам не надоедали. Если мы не хотим от них принимать звонки или смс. Также есть настройки. Белый список. Которые можно настроить. Какие приложения будут очищаться. То есть вот такой вот центр безопасности. Также имеются медиаприложения. Здесь такие как музыка. Разделены по категориям. Треки. Исполнители. Альбомы. Есть настройки. Где можем посмотреть. Настроить эквалайзер. Спящий режим. Стиль виджета. То есть можно применить. Выбрать виджет на рабочий стол. Производитель нам дает такую возможность. И это неплохо. Автоматическое обновление. Можно включить и выключить. И то есть плеер обновляется получается. Сам плеер выглядит вот так. Состоит из двух столов рабочих. В одном у нас будет располагаться список музыки. В другом сам плеер и с альбомом с обложкой. Здесь будет отображаться если будет обложка. Также есть перемешивание и повтор. В принципе простенький плеерок. Неплохой. Также имеется свой стройный видеоплеер. Простенький тоже. Настройки. Настройки у нас все не переведенные. Ну не перевода здесь очень мало такого вот английского. В основном все переведено. То есть вот такой плеерочек. Так показывает этот телефон видео. Видео в формате Full HD. Никаких тормозов, подтормаживаний, лаганий в интерфейсе нет. То есть прокручивает все нормально. Также есть функция у этого встроенного плеера. Можно вывести в отдельное окошечко. Это окошечко перенесем куда нам нужно. И мы можем тем временем заниматься там какими-то делами. То есть полазить по настройкам, почитать смс. А в окошечке у нас отдельно будет показываться видео. Также немаловажное приложение это Fame Radio. Сейчас очень многие производители вырезают его. Ставят радио, которое работает через интернет. Но тем не менее, Юханс, молодцы, что поставили стандартное радио. Тут нужно будет подключить наушнички. И все, можно будет слушать. Это очень хорошо. Также имеется еще дектофон. Через который можно будет записывать какие-то голосовые сообщения. Или что-то еще. В общем оболочка мне понравилась. Очень функциональная. Если производитель будет ее улучшать и модернизировать еще, допиливать, то будет вообще прекрасно. Сейчас покажу немножко по тестам. Итак, в программе Antutu Benchmark 627 телефон набирает 25 061 балл. Это нормальные показатели для этой платформы. MT6580 Cortex-A7 на 28 нанометровом техпроцессе. Процессия довольно-таки производительная. В принципе, с основными, да практически со всеми играми она справляется. Я уже тестировал не один телефон на этой платформе. На средних настройках потянет любые игры. Если не фанаты игровые, то телефона с таким процессором, в принципе, хватит для всех повседневных задач. И даже и поиграйте, и выиграйте. Разрешение дисплея у нас 720 на 1280 HD. Камера 13 мегапикселей, но это интерполяция. На самом деле здесь 8-мегапиксельная камера. Снимает Full HD. По памяти. По памяти здесь что-то непонятно. Все тестовые программы, в которых я прогонял, что-то показывают. Какая-то ошибка. То ли на программном уровне. То есть, всего пишет RAM памяти 1.976 мегабайт, а свободно 2.047 мегабайт. Как так может быть? Какие-то странности. Системная память у нас всего 11 гигабайт, свободных 8.35. То есть, я уже поставил кое-какие приложения. Поэтому вот такие дела. Плотность пикселей 320 dpi. Да, экранчик тут очень хороший. Действительно, все четко видно и пиксела не заметишь. Экранчик отличный. По поводу теста мультитача. Я добился до того, что он показал мне 9 касаний. В этом же телефоне производитель заявлял всего 5 касаний. Но, как можно видеть, набирает 10. Это прекрасно. Так, по камерам дальше у нас 4.9 мегапикселей фронталка. Это тоже интерполяция. На самом деле она 2-мегапиксельная. Android 6.0, 32-битный. Все, такого здесь ничего особенного нет. Та же самая ситуация в программе KPU-Z с оперативной памятью. Рам всего 1976 мегабайт. Свободно 2049. 103 процента. Что-то какие-то странности вообще творятся. Если посмотреть, зайти в настройки стандартные, то здесь, в принципе, показывает все верно. 483 мегабайта занято. Всего 1.9 гигабайт. Свободно 1.5 гигабайт. То есть, почему тестовые программы не видят, не знаю. Может быть, какие-то косяки все равно есть в оболочке, в прошивке в этой. И, возможно, потом это все исправят. По поводу производительности телефона. Программа Nenomark 2 показала нам 50 FPS. Что, в принципе, нормально для этой платформы. Результаты тестирования в программе Epic Citadel на максимальной производительности показывает нам 46 баллов. На максимальном качестве 45,3. В принципе, небольшой разбег. Разрешение экрана одно. HD. В принципе, от перемены качества и производительности не особо сильно разнится. 45 и 46. После покупки телефона я сразу загрузил с плеймаркета приложение Malwarebytes Anti-Malware. Это хороший антивирус. И по результатам сканирования он ничего не обнаружил. Во многих телефонах до этого, которые я заказывал, всегда один-два, ну, он находил какие-то пару-троек вирусов, зашитых в оболочку. Здесь же оболочка чистая. Это не может не радовать. Результаты тестирования беспроводного интернета по Wi-Fi. Вот такие вот данные показывает телефон. 41.37 получение мегабит в секунду и передача 38 мегабит в секунду. У меня тариф подключен до 50 мегабит в секунду. В принципе, неплохие результаты. В прошивке уже имеется установленный плеймаркет, поэтому никаких проблем со скачиванием приложений нет. По результатам тестирования тачскрина в программе Test Touch вообще никаких проблем с отображением, с прорисовкой линий в этом телефоне не обнаруживается. То есть, Touch здесь работает идеально. То есть, по самым краям везде адекватно все обрисовывается. Не так, как это было в телефоне Yumi London. Когда ведешь от одного края к другому, здесь оставались по бокам зазорчики, до которых касания не доходили. Там была плохая чувствительность. Нажимаешь на клавиатуру, кнопка не реагирует, жмакаешь, жмакаешь. Здесь все идеально. То есть, от начала и до конца. Везде все границы тачскрина, все рабочие. Тачскрин здесь более чем адекватный. В телефоне встроены стандартные датчики. Акселерометр. В принципе, работающий адекватно. Также имеется датчик освещения. В принципе, тоже все нормально с его работой. И датчик приближения. Все хорошо. Все работает. По камере, что здесь можно сказать. Камера неплохая. Как заявляет производитель, тут стоит сенсор AMX 219. Такой же, как и на телефоне Blackview A8. Там камера снимала довольно неплохо. Вот такие есть настройки. Норма. Панорама HDR. Ночная съемка. Макияжный режим. Режим водяного знака. То есть, можно будет установить какую-то надпись. И она зафиксируется на фото. Вот такие настройки здесь имеются. Основная камера 13 Мп. Фронталка у нас максимально до 5 Мп. Еще раз повторяю. Все это интерполяция. Стандартная здесь камера основная 8 Мп. И фронталка у нас 2 Мп. Съемка видео основной камеры у нас 1080p. То есть, Full HD. Камера неплохая. В конце этого видео я ставлю фото и видео с этой камеры. С камеры этого телефона. Что сказать по поводу экрана. Могу. Экран тут очень хороший. Запас яркости вот это минимальное. То есть, будет очень приятно читать в темноте. Например, смотреть на этот экран. Это минимальный запас. И вот такой максимальный. То есть, все будет видно на солнце, на улице. Проблем не будет. Экран не ОГС, но прослойка из воздуха тут минимальная. Экран очень хорошего качества. И при наклонах нет такого сильного искажения. То есть, я считаю, что это даже плюс, что экран не ОГС. То есть, если мы разобьем тачскрин, дешевле будет купить, поменять тачскрин, нежели полностью вот этот вот дисплейный модуль. Воздушная прослойка здесь минимальная. Поэтому экран даже с первого взгляда не скажет, что это не ОГС. Экран очень красивый на этом девайсе. Кому мало настроек цветности, тут имеется MiraVision, где без проблем все можно будет подстроить. Есть стандартный цвет, яркий, а также пользовательский режим, где можно подобрать для себя. Тут и насыщенность, и контрастность. Все можно настроить под себя, под конкретного пользователя. Сейчас проверим, как телефон справляется с играми. В принципе, управляемость неплохая. Нет никаких-то подергиваний. Все довольно-таки плавно. Тачскрин тоже работает адекватно. Чуть не сожрал меня этот медведь. Все, сожрал все-таки. Сейчас посмотрим, как телефон справляется с игрой Asphalt 8 на самых высоких настройках графики. Есть небольшие подергивания интерфейса. Понятно, что настройки самые высокие. Но, тем не менее, все это играбельно. И вполне можно будет поиграться. А если выставить вообще на средние настройки, то вообще, я думаю, проблем не будет. Она, в принципе, и на высоких достаточно все неплохо. В общем, поиграться в игры на этом телефоне можно будет и даже очень неплохо. Если вам не принципиально иметь 4G на борту телефона, по каким-то причинам он не нужен, то вот этой платформы MT6580, ее вам хватит за глаза для повседневных задач, игр и тому подобное. Платформа энергоэффективная, проверенная уже, то есть нормальная, адекватная и недорогая. Поэтому этот телефон и продается за такую небольшую цену. На старте продаж я его покупал за 4700 с копейками российских рублей. Сейчас он вроде уже подешевел. Можно купить его где-то за 4300, за 4200. По фонарику. Фонарик тут средненький такой. Не сильно яркий, не сильно тусклый. С близкого расстояния, в принципе, съемка с фонариком помогает. Чуть дальше, то уже все, тона уже не различает камера. Не такое большое расстояние свечения данного фонарика. Телефон мне понравился на данный момент. Все хорошо. 2 гигабайта оперативной памяти, 16 встроенной, из которой 11 доступно владельцу. То есть, все необходимые функции присутствуют. Хорошая шустрая оболочка. Неплохая камера. Звук с разговорного динамика нормальный. Я звонил и мне звонили. Я специально разговаривал не сильным голосом потихоньку. И мне не сказали там повтори или что-то. То есть, все адекватно слышно. И динамик, и микрофон. Здесь все нормально с ними. Вот ОТГ телефон не поддерживает. В отличие от его старшего брата. Юханса А101. Ну вот, что смог рассказал. Телефон у меня всего лишь сутки пробыл. Завтра уже надо отдавать его. Поэтому так все на скорую руку. Как получилось. Далее смотрите примеры фото и видео. На этом все. Если видео было полезно, ставим палец. Всем пока. Контрольная съемка видео основной камеры. Телефон Юханс А101С. Фокус подстраивается автоматически. Фокусировка работает без стапа. Это очень хорошо. Фокусировка работает без стопа. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok